25 мая Министерство безуспешной обороны Армении заявило, что в перестрелке на границе Армении и Азербайджана убит армянский военнослужащий. Младший сержант сверхсрочной службы Геворг Юрьевич Хуршудян, 1989 года рождения. Инцидент якобы произошел на приграничной территории села Юхары-Шоржа, Михела Гейча западного Азербайджана, передает Калиберас. Стандартно оповещая общественность о возбуждении в связи с происшествием ряда уголовных дел, советник генерального прокурора Армении Гор Абрамян отметил, что военнослужащие вооруженных сил Азербайджана незаконно пересекли государственную границу на участке Верин-Шоржа-Гегар-Куникской области, озвучили призывы к насилию, потребовали не оказывать сопротивления и покинуть территорию. А потом в ходе ссоры умышленно открыли огонь по военнослужащим Армении, в результате чего младший сержант Хуршудян получил огнестрельное ранение. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 329, статьи 300.2 и пунктом 1.6.13, части 2 статьи 104 Уголовного кодекса Армении. Абрамян отметил, что раненый был доставлен в военный госпиталь Гегар-Куни, где была констатирована его смерть. Обратившись на своей странице в Facebook ко второму инциденту с летальным исходом, который произошел в тот же день, советник генпрокурора страны Камней акцентировал свое внимание на том, что СМИ Армении привязали его к той же приграничной Гегар-Кунинской области, но это, дескать, не так. Так что же заставило чиновника с неофициального канала корректировать армянские медиа, которые благодаря местным органам самоуправления прекрасно уведомлены о том, что происходит на периферии. Дело в том, что убийство солдата срочной службы Мгера Аванесяна, 2001 года рождения, произошедшее по версии Министерства обороны Армении 25 мая в 13 часов ровно. А Следственный комитет Армении в 12 часов 55 минут по местному времени на территории войсковой части совпадает по геолокации с районом гибели контрактника Геворка Хуршудяна. Поняв, что СМИ Армении раскрыли реальную причину смерти двух военнослужащих вооруженных сил, прокуратура страны, а вдогонку и пресс-служба военного ведомства начали хаотично заметать следы. Вначале Аванесян был объявлен найденным на территории части с огнестрельным ранением, а в следующих релизах, к первичной информации, добавили в область головы. Но версия Следственного комитета Армении диаметральна разница с официальной от Минобороны, где отмечается, что солдат погиб вследствие нарушения правил обращения с огнестрельным оружием. Следственный комитет почему-то считает, что Мгер Аванесян произвел выстрел из табельного АКМ себе в голову и скончался в результате полученного огнестрельного ранения. Причем он был доставлен в медицинский центр на Эмбирян, где и была зафиксирована его смерть. А по факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 360.1 УК Республики Армения «Доведение по неосторожности военнослужащего до самоубийства». То есть два официальных управления Армении независимо друг от друга пытаются совершить подлог фактов группового убийства в расположении войсковой части Минобороны. На фоне первичных сообщений СМИ они меняют хронологию причины и даже регион инцидента. Причем в очень грубой и примитивной форме. Министерству безуспешной обороны Армении уже давно нужен прецедент, который заведет в тупик реализацию пунктов договоренностей от 9 ноября 2020 года. Так что один из трупов инцидента, произошедшего вследствие нарушения устава, а если проще, то плачевного результата засилия криминальной субкультуры в вооруженных силах, спешно списан на первую жертву демаркации границ двух стран. Второй якобы пал из-за несоблюдения правил обращения с оружием, но позже объявлен самоубийцей. А что если ко всему вышеуказанному добавить и третьего мертвяка? Ведь буквально за сутки до всего вышеуказанного официальным релизом Министерства обороны Армении, по предварительным данным, в результате выстрела, совершенного вследствие нарушения правил обращения с огнестрельным оружием, была анонсирована смерть военнослужащего срочной службы Мкртычи Аванесяна 2002 года рождения. Получается, что жертвами кровавой разборки на территории одной из войсковых частей страны было не двое, а трое военнослужащих. Ведь одной из славных традиций информационного управления Минобороны Армении было составление гибкого расписания обнародования массовых потерь. Когда одну недостачу личного состава объявляли сегодня, а второго послезавтра, погибшего вследствие иных причин и совершенно в другом направлении. Не стоит упускать и тот немаловажный пункт, что оба погибших срочника получили ранение головы, как и Артем Авикович Мелконян, застреленный 4 мая на территории ВЧ номер 5869 в Мегри. А если учесть, что раненый в брюшную полость контрактник Геворг Хуршудян, сын члена комитета СМБАТ Татасян Армянской революционной федерации Дашнакцутюн Юры Хуршудяна, то теорию заговора можно расширить до внутриполитического поля. Где вышеуказанная партия выступает в роли непримиримой и радикальной оппозиционной силы, готовой на любые провокации для дискредитации явного лидера в неочередных парламентских выборов в лице Никола Пашиняна. В сухом остатке имеем позиционирование погибшего вследствие неуставных отношений личного состава армянской армии Геворга Юраевича Хуршудяна в роли первой жертвы процесса демаркации государственной границы между Азербайджаном и Арменией, выгодно лишь реваншистам из оппозиции, состоящие из террористов и бывших провластных функционеров.